Субтитры создавал DimaTorzok Сегодняшняя проповедь, которую я считаю, что важно, называется «Выходи и входи со здоровым сердцем, со здоровой душою». Важно, чтобы мы не просто перешли в Новый год, но чтобы мы вышли с этого и вошли в тот здоровыми. Внутри. Заметите, дело в том, что состояние сердца и души человека влияет на то, что будет с ним, кем он будет и с кем он будет. Ты говоришь, пастор Генри, да, я окружен определенными людьми. Да. Это потому, что такое состояние твоего сердца и души привлекает только таких. А я не такой, как я хочу. Пожалуйста, меняй свое сердце, и ты станешь другим. Заметите, состояние сердца и души влияет на то, что с тобою будет, кем ты будешь и с кем ты будешь. Это очень-очень важно. Второй книге Царство, 16 глава, 23 стих. Советы же Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Ави Солома. Заметите, Ахитофел имеет дар от Бога. Почему? Потому что его советы, это было откровение Божьих наставлений на то время. Тут не говорится, что случайно совпадало. Нет, он говорил буквально из Божьего сердца. Когда Ахитофел дал плохой такой совет Ави Солому, то возьми там наложность твоего папы, пойди с ними принародно, где-то там на крыше дома. Мы думаем, о, как это? А вы знаете, почему он это сделал? Так Бог пророчествовал для Давида раньше. Ахитофел прямо сказал план Божий и волю Божию. То есть Ахитофел, он не был плохим, в смысле он был соединен к Богу. Поэтому его советы все были правильные, мудрее и с Богом. У него был дар от Бога. Ахитофел, у него было влияние в обществе. Ахитофел, у него было вес в обществе. Но однажды произошло кое-что. Столкновение даров. Вы такое никогда не слышали? Когда сталкиваются два дара. В этом случае было дар Ахитофел, дар мудрости, да? Который у него было. И дар призвания, вернее, Давида. Вот получается, этот одарен, и он должен неправильно говорить. Если вы посмотрите совет, который Ахитофел дал Ависалому, как уничтожить Давида, был правильный. Дар продолжал работать. Если бы Ависалом сделал, как Ахитофел сказал, убили бы Давида. Поэтому он одарен. Но его дар в этом случае пришел в столкновение с призванием Давида. Такое бывает, когда два помазанных сталкиваются. И когда произошло столкновение двоих, Бог почитал призвание Давида больше, нежели Ахитофела. Он не уничтожил Ахитофела. Поэтому Бог... Смотрите, как произошло. Давид говорит, Боже, помоги мне. И Бог сделал, чтобы Ависалом полюбил совет хуже, который был хуже по практичности. Это Бог сделал, чтобы Ависалом полюбил. И выбрал совет, который дал бы Давиду время убежать и спастись. Какое бытие ни было одарене в жизни, стараясь не войти в столкновение с некоторыми призваниями. Оставь их в покое, не трогай. Что он будет сказать со мной? Амин. Второе царство, 17-23, когда совет Ахитофела не приняли, не Бог убил Ахитофела. Смотрите, что произошло. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлял осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой. Мудрый достаточно. Он сделал завещание. Он не оставил детей так, чтобы подрались без него. Завещание дому своему. И удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Почему удавился Ахитофел? Бог его не убил. Царь Ахитофел не сказал умри. И они ему не говорили, больше мы с тобой советоваться не будем. Почему умер Ахитофел? У него столько дари, у него столько признаний в обществе, его так много любят. Он имеет дар, слышит голос Божий почти. Как-то он говорит, все совпадает с Богом. А почему же удавился? Я говорю так. У Ахитофела были нюансы внутри его сердца. Сердце его не было здоровым. Он погиб из-за того, что сердце его было, имея в виду душа его, они были бауниями внутри. И получается так, когда есть внешние способности, которые мы все имеем, дари, уважение, все прочее, если мы не вылечим наши внутренности, то наша внутренность будет говорить громче наших способностей, даров, влияния и тому подобное. Библия говорит в притчах 4 глава 20 стих по 23. Сын мой или дочь моя, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они эти слова от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его, и больше всего хранимого. храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Что диктует твою жизнь? Это то, что внутри твоего сердца. оттуда диктовка, что делать, как делать, кому делать, с каким тоном, с улыбкой или без, все диктует то, что внутри сердца. И поэтому Соломон говорил, из-за всего хранимого, о, наверное, было много, что можно хранить. Он говорит, но предлагай усилия больше всего, больше, чем хранить свои деньги, больше, чем хранить позицию, больше, чем хранить влияние. А Хиттофелл хранил влияние свое, известность свое, так, что не охранял свое сердце. И он погиб, потому что он нарушил вот этот из-за всего хранимого. Что нужно хранить? Что нужно хранить? Что нужно хранить? Заметите, Слово Божие или Откровение Слова Божьего способно выздоравливать и хранить сердце твое здоровым. Слово Божие может лечить сердце твое. Слово Божие может хранить сердце твое. здоровым, и когда сердце здоровое, то появляются здоровые плоды, поэтому Соломон говорит, обрати внимание на мое слово, слово Божие выздоравливает и хранит сердце, кто-нибудь будет скажите со мной, амин. Наша почва, называемая сердце, надо хранить, если мы это не сделаем, то лукавые можете успевать вреда, приносить вреду в нашей жизни. Мне очень нравится, как написано Евангелие от 8 глава 11 по 15 стих. Это притча о сеятеле. Вы, наверное, знаете эту притчу хорошо. Там написано, вот что значит притча сия. Семья есть Слово Божие. А упалшие при пути, это суть слушающих, которым потом приход дьявол уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. В одном из Евангелий написано, и не уразумели, даже не поняли, что пастор Генри сказал. А что это он имел ввиду? Все, у тебя уже дьявол унес. Ничего там не осталось. Второе. А упавшие на камне, это те, чье сердце, они слушают слово, с радостью принимают, но не имеют корня, с временным и временным веруют, а во время исключения отпадают. Другой Евангелие говорит, не имея корня и не постоянен. Это такое состояние сердце. Третье. А упавшие в тернии, это те, которые слушают слово, но отходя заботами. Тут написано богатством, а в одном Евангелии написано оболщение богатством. Тут написано наслаждениями житейскими, в другом переводе, в другом Евангелии написано, разными жизненными, вот эти житейскими, попытка достигать какие-то наслаждения в жизни, которые незаконны. Подавляются и не приносят плода. И четвертое сердце. А упавшие на добрую землю. Это те, которые, я услышал слово, хранят его в каком сердце? В добром и чистом. Такие, у кого сердце доброе, чисто. Приносит плодь. Какое? Приносит плодь в терпение. А в одном из Евангелий написано 30, 60 и во 100 крат. Это состояние сердец. Заметите, что некоторые сердца сразу же, они не готовы ни к чему. Есть люди, которые, иногда я проповедую здесь, они слушают мою проповедь, и сразу же обижаются, уходят, кричат, и вообще, зачем, не надо, и сразу все унесено. Ничего у них не осталось. Все забрали. Второе, группа людей, вторая, они слушают проповеди или получают от Бога поручения, дары от Бога. Все, что Бог нам дает, оно работает таким же принципом, как Слово Божие от Бога. Они послушали, временно радовались даже, но потом ушли, потом забыли, потом бросили. Это поэтому, иногда, как пастор, тяжело различать, где призвание, а где эти, которые горят временно. Коротко горят, а потом отпадают, потом бросают. Всегда есть такие две группы. Вначале они одинаковые, они горят одинаково. Но один из них идет дальше, без конца. А второе, разные заботы начинают ему мешать. То надо, то надо, то надо, то надо, то надо, с тем надо, и туда надо, и это. И заглушают, и потеряют. А некоторые, они в терниях. Некоторые на камнях, нету постоянства. Они здесь, завтра там, послезавтра там, послезавтра там. Заметите, но есть сердце здоровое, которое приносит плод. Скажите, здоровое сердце. Я вас не слышу. Заметите, из этого текста, этой притчи, некоторые вещи помешали этому сердцу. Суммируем их, потому что этого мы не хотим. Мы уже видим, зачем нам повторить. Первое, заботы. Постоянные заботы и переживания. Оболшение богатством. Не само богатство, а оболщение, которое с этим связано. Не только оболщение бывает из-за богатства, оболщение бывает из-за любым делом. Наслаждение житейское. Непостоянство. Отсутствие корней. Потому что там, где постоянство, сразу корни появляются. И неуразумеющие, неспособные понимать. Этого нам не надо. Сразу прими решение расстаться с этим. И ты сделаешь большое благо твоему сердцу. Я вам рекомендую производить чистку или детоксикацию своего сердца. Притчи 15.4 Библия говорит. Кроткий язык, дерево жизни. Но ни обузданный язык не написан, но имеется в виду язык сокрушения духа. Притчи 17.22 Весолое сердце благотворно, как врачевство или лекарство. А унелый дух сушит костей жизни, мечты, стремления, радость, что угодно сушит. Токсин номер один. Тяжелый металл, с которым надо справиться. Надо убрать боль. Нельзя хранить боль слишком долго. Притом боль бывает по разным причинам. Первое – острые слова. Знаете как? Слова острые, они иногда режут как меч. Боль бывает не только от слов. Боль бывает от неправда, но и надежды, и ожидания. Притом, что интересно, они бывают и у мужчины, и у женщины. Боль – это как тяжелый металл в организме. От нее надо избавиться. Я не говорю, что боль была не настоящая. Она была настоящая, но ее надо убрать. Тяжелый металл под названием ненависть. Ненависть – это тяжелый металл. Это согласно тому, что написано в 1 Иоанна 2.11. Библия говорит в 1 Иоанна 2.11. «А кто ненавидит брата своего или кого-либо другого из живущих на земле, тот находится во тьме. Спасенный, не спасенный, умный, не умный, все равно ходит во тьме. И во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Я не знаю, вы были когда-нибудь в каком-то помещении, где тьма. Даже ступеньки, которые вы знаете, где они находятся, когда тьма полная, вы можете падать даже там, где вы обычно ходите. Проблема – вы ходите во тьме. Вы слабые? Нет. Вы крепкие? Очень. Зрение хорошее? Да. Вы умны? Вы еще как. Помазаны? Да, вдвойне. Вы уважаемые в обществе? Да. Отчего вы падаете? Я хожу в темноте. И получается, ненависть одевает очки такие, что мы как будто ходим, и мы ничего не видим. А, пастор, я же вижу. То, что тебе кажется, что ты видишь, ты видишь изображение темноты. если убрать ненависть, если убрать ненависть, то сразу поменяется, что ты видишь. Но, конечно, при ненависти падение неизбежно. люби, прости и забудь. И тут же появляется третий тяжелый металл. Непрощение. Смотрите. Непрощение. Непрощение это как плод ненависти. Непрощение само не приходит. Они вместе. Как можно знать, что ты простил, когда раздраженность ушла и ненависть ушла? Как можно знать, что я не ненавижу, когда ты легко прошаешь? Не знаю, вы меня понимаете. Как узнать, что я простил, раздраженность и ненависть ушла? Видишь человека, и вода чистая, без газа. Внутри. А как знать, что я не простил, когда видишь человек, твоя вода становится газированная? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Значит, еще нет. Значит, еще ненависть есть и непрощение есть. Нет, извините, негазированная вода хорошая. Я просто имею в виду реакция сердца. Когда вы станете молиться, простите, если вы имеете на кого, чтобы Бог, Отец вас простил до согрешения ваши. Даже если сучи, Отче наш, сучи на небеса, прости нам долгий наш, как мы прощаем, должникам нашим. Оно связано. Оно абсолютно связано. Не прощаешь других. С момента, когда ты обиделся на кого-то, ты перестал простить. Бог с того момента ни один грех, ни одно преступление не простил тебя. От этого затмения ты не чувствуешь, что любовь к Божию из-за этого. Бог имеет в виду, что Он имеет в виду. Непрощение душит твои отношения и с Богом, и с другими людьми. И при том, что интересно бывает, оно душит твои отношения не с теми людьми, кого ты не прощаешь, а со всеми людьми. И с теми, которые вообще к этому не имеют отношения. Они попадают под раздачу, и они все думают, что случилось? Непрощение разрушает тебя, не дает тебе быть полноценным. Непрощение делает твое сердце каменным и разрушает многое. Человек, который непрощение, невозможно с ним разговаривать. Каменое сердце. И самое лучшее, что можно делать с таким человеком, это от него уходить. Лучше перенести боли, разлуки, чем боли, слушать слов от сердца с непрощением. Есть такой компот токсинов, которые надо знать и вылить. В этом компоте входит печали, чувство безнадежности, жертвы. самосожеление, чувство жертвы. постоянно со мной несправедливо поступают это чувство жертвы чувство вины чувство вины бывает от самовнушения или от повторяющихся грехов короче грешить в чем-то потом повторил 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 потом чувствами не уходит потому что кается то он а сам грехи внутри живет и вот отчу откуда чувство вины волнение обиды я просто вам прочту притча там 18 19 написано так озлобившийся брат озлобившийся брать или сестра не преступник крепкого города и ссори подобны запорам замка советую если ты видишь что у тебя какое-то внутреннее чего-то из этого компота и ты думаешь почему люди перестали с тобой разговаривать знай ты как озлоблены брать и ты так не думаешь но люди стороной убегают такой компот надо вылить не выпивай и стакана твоей души или не бери это собою новый год виси тиви это канал христианской церкви победа в которой есть место для каждого праздничные мероприятия все чем живет церковь вы узнаете на канале виси тиви подпишитесь на наш канал и вы не пропустите ни одного важного события церковь победа это место для каждого место для всей семьи